первый отчет по вышивке по схеме с кузнице у меня начался с разочарования разочаровалась я вот я сколько уже отшила и меня взяло сомнение что я вот здесь перепутала цвета как бы вот в этом месте оказывается по схеме здесь не указано ни номеров ничего просто написано цвет написано темный желтый я взяла вот этот вот темно-желтый цвет вот это цела сейчас я разложила все по-другому и получается темный цвет у меня вот этот вот этот цвет вот этот коричневый это уже почти коричневый не скажу что это желтый темно-желтый цвет еще у меня коричневый цвет есть вот но этот уже без сомнения это темно-коричневый и соответственно у меня все цвета вот эти они сдвинулись вот эти зеленый красный здесь понятно все произошло вот в этих цветах в желтых ну что это теперь я продолжать не буду я теперь не знаю мне надо взять и либо новую канву либо это это попробовать распустить но сейчас буду попробовать если у меня это не получится убрать вот эти все нитки и получится нехорошая как канва то придется мне канву искать новую не так здесь достаточно много так что думаю я сейчас у меня будет получаться по-другому все исправлю единственное что потеряно время конечно вышивала я это вечером ну и когда у меня такого не было чтоб я могла запутаться в 15 цветах ниток бывает и такое бывает вообще короче я здесь ошиблась есть такие схемы что даже цвета не совпадают ну по схемам поэтому когда я начала вышивать вот самого начала как-то у меня не было такого сомнения что я перепутала там какие-то цвета на потом когда это уже у меня здесь вот сделано уже часть работы и все слилось мне взяло сомнения добрый день рукодельницы сегодня у меня первый отчет продолжение первого отчета по совместному проекту пасхальный бум первом видео я говорила о том что я перепутала цвета оказалось я ничего не перепутала у нас полу получается фасовки не было нужного темного желтого цвета я потом три дня билось все прикладывала смотрела думаю как же мне лучше сделать оказывается вот этот светлый совсем светлый цвет желтый я убираю и добавила своих запасов вот такой вот темно-желтый цвет и соответственно по схеме вот это вот все я разложила уже по-другому все приклеила скотчем и начала отшив после того как я удалила все вот эти ниточки желтые канва у меня плотная поэтому никаких дефектов дырок ничего мне не было все обошлось хорошо и второе отшив я начала делать уже я даже написала карандашиком 5 марта 2 отшив сейчас цвета как лежат мне нравится это хорошо что я вот так догадалась заменить цвета убрала тот ненужный цвет который меня мучил вот такой отшив у меня идет по схеме размер этой работы так я смотрю 14 на 19 и вот здесь когда я переворачивала ту же схему смотрела это отшив как бы здесь видно что здесь темно-желтый он совсем как темный получается как темно-горчичный такой цвет ну вот поэтому я сейчас все это переделала у меня достаточно сейчас нормально все получается дай бог все получится еще что мне не понравилось в этом наборе здесь написано что вышивать нужно здесь в три нитки вот здесь схемкой и тут указано что в мулине в три сложения в три сложения не получается потому что канва какая здесь лежала в упаковке мелкая если делать в три здесь получится вообще такие бугры я начала отшивать две ниточки и все достаточно так получается плотно вот такой у меня первый отчет о моей проделанной работе от фирмы искусница образ святого пантелеймона еще раз показываю картиночку цвета теперь получаются яркие подобранные все нормально я надеюсь что это все получится дальше отлично все размер небольшой 14 на 19 ниточки у меня все также лежат цвет цвет я заменил убрала этот ну вроде все сказала желаю всем девчонкам хороших отшивов чтоб все у вас получалось чтоб вышивка доставляла вам удовольствие чтоб не было никаких браков хороших крестиков до новых встреч всем пока пока